Приветствую, друзья! Продолжаем наше приключение в Ангмаре. Из-за Ангмара, собственно, очередная наша серия. Без вас я сделал довольно-таки много, почти 5 ходиков. Особо ничего такого не происходило, ни одной битвы не случилось. Нет, по-моему, одна была, но такая мелкая-мелкая. Неинтересная, одним словом. Без вас я пытался выкупить города у Харада. Также пытался выкупить город у Радунаима, Митланд. Но ни черта у меня не получилось. Предлагал, в принципе, практически все, что у меня было. 20 тысяч наличкой предлагал, 30 тысяч предлагал. В виде Дани, то есть общая сумма 50 тысяч. Но ни Радунаим, ни Харад не согласились на мои условия, к сожалению. Может, у меня посол хреновый? Ну, так, 50 на 50, прокачанный. Ну, в общем, они отказываются. Зараза такие, собаки сутулые. Ну, ничего не поделаешь. Ну, вот, потихонечку здесь экономику развивал. Мятежники эти так и стоят. Я их трогать не собираюсь, никакого желания не имею. Чтобы их разбить, нужно какой-то стэк собирать полный, нормальный. Причем не просто там какой-то, а нормальный стэк надо собирать. Везти его сюда. Это далеко. Это, в общем, меня мало интересует. За это время я всего лишь доскакал вот до сюда. Только на следующий ход дойдем основным стэком до Аноминуса. Как-то там будем переобучаться, пересобираться, восстанавливаться. Ну, правда, пришло уже 6 отрядов, даже 7 отрядов подкрепления. Новых абсолютно. Так что, может быть, даже особо и не будем задерживаться. Просто возьмем целые отряды, двинемся дальше. Ну, вот, как-то вот так у нас дела обстоят. Вот, про тебя бы не забыть, башенки им ставлю. Вернул один стэк в Фарност. Тоже переобучался, пересоединялся. Я уже его собрал, переобучил. И сейчас ведем его через Отсул. Вот куда-нибудь в район Финансбрина. Бруина? Бруина? Друина? Господи, все, мне как-то... С утра сегодня буквы не выговариваются и не складываются в слова. Вот. Здесь, возможно, на следующий ход склеснемся уже с эльфами. Эльфы здесь немножко прибалдели. Они сходили своим стэком в Заккалу, в город гоблинов. Надавали там всем гоблинам лещей. Правда, сам город они не атаковали. Но вот возле города здесь что-то около двух полустэков гоблинских стояло. Вот они их разбили, а потом свой стэк поделили. Там основа стэка вроде бы как-то где-то здесь шатается. А вот от нее делился здесь отряд. Тут два отряда. Там три отряда. Что тут такое? Они изображают. В таком виде они вот за остатками гоблинов гоняются. И мы их попробуем перехватить на следующий ход. Может быть удастся, может быть нет, не знаю. Также сформировал что-то похожее. Это у меня на восстановление уходит. Наоборот, с Карн Дума у меня идет вот такой вот полустэк. Это будущая, надеюсь, армия, которой мы уже будем сражаться, собственно, с эльфами. Я надеюсь. Но и еще идти, долго идти. Так же, как и армия из Форноста тоже идти. В общем, в этой серии вряд ли мы дойдем. А вот где мы уже дошли, так это у гномиков. У гномиков мы уже полностью дошли. И тут уже гномики вновь понагнали кучу, просто кучу войск. И сейчас мы с этой кучей будем что-то пытаться сделать. У меня тут и подкрепление есть, и снежные тролли мы сегодня, надеюсь, увидим. А может быть и нет. Ну, еще тут интересная новость. Как видите, лесные эльфы забрали город гоблинов. Тоже они нежданчиком таким. Я прямо хоп, посмотрю. Там что-то во время перехода ухода гоблины завизжали. Как бы их там резали, насиловали и делали другие страшные вещи. Смотрю, тут действительно уже эльфы. Но у нас с ними нейтралитет, пока что не воюем. Скорее всего будем, но когда, не знаю. Меня это не сильно пугает. Но, конечно, неприятно. Ну, еще плюс за время отсутствия, что я играл в фоне, еще кланы Недвайда кончились. Кончились наглухо. Так что про них забудьте, их уже нет. Там теперь общая граница Дунланда и Изенгарда. Но это неплохо. Дунланда, они вроде бы воюют. Сейчас мы найдем, с кем они воюют. Они с Хазадомом воюют. Так что это неплохо будут этих низкорослых засранцев напрягать. Ну, давайте уже перейдем к сражениям. Собственно, у нас тут, между прочим, целый Баргрук. Освободитель чертогов Дайна. Вот такой вот засранец. С ним молотый железноруков. Элитка 1329. Это серьезно, это серьезно. Да и сама охрана здесь. Королевская гвардия 1432. Вот такие вот два серьезнейших отряда. И очень хорошо, что там удалось их выцепить отдельно от остальной гноми и армии. Это просто замещать. Сила и честь. Победа будет за нами. Так, ускоряемся. Гномики, как обычно, пытаются вступить там в какие-нибудь непонятные горные дали. Они же гномики, что с них взять. Но мы их сейчас, конечно же, догоним и причешим из наших трех отрядов. Что ж ты прям в него-то летишь-то, господи, что ли? Да, накидываем именно в боевые мотеги. Для нас это выгоднее всего. По той простой причине, что у них меньше всего брони. Там, если в каких-нибудь железножопах, мы их в жизни не пробьем, наверное. А так нормально, 14% уже накидали. Ну, кстати, у меня вот этот отряд уже пустой. Можно его убирать отсюда. Ну и, собственно, Собственно, уже практически все. Это у нас кто идет? Королевская гвардия. Ну, давай немножко там. Вот так вот сделаем. Сейчас уже дужи заработали. Стационарные лучники, можно сказать. Это у нас мобильные. А у нас еще и стационарные. Так что нормально, работаем. Ну и, собственно, у меня еще один отряд отстрелялся. Так, вот здесь мне явно хотят сделать тумбо-юмбо. Надо этого не допустить. Надо убежать. Ну и, собственно... Собственно, туда. Вот, и, собственно, варгами сейчас еще поможем. Пока все складывается в нашу позицию. Здесь чардж в спину. Если ничего не изменится, мы победим. Давай тоже чардж в спину. Здесь уже побежали. Здесь нападаем. Здесь куда-нибудь вперед, вперед, вперед. Так, здесь выходим. А, брат, потерял половину бойцов. А, здесь тоже выходим. А, я извиняюсь, я немного вновь говорю. То ли простыл, то ли еще что-то. Вот, такая беда с утра на меня напала. А серию записывать надо. Никуда от этого не деться. Прямо какое-то кино. Так, ну что вы тут? Железноруки стоят. Смотри, какие. Героические железноруки. А вот Гена, Гена уже все понял. Гена пытается это свистнуть с поля брани. Хитрец. А? Какой хитрец. Так, входим в спину. Молоткам. Ну, кстати говоря. Я бы не сказал, что это дало какой-то эффект. От того, что мы вошли в спину. Молоткам. Так что давайте звать пиктуру. Так, а эти у нас все красавцы, наверное, куда-нибудь сюда побегут пока. А, тут, блин, одни тормоза собрались у меня. Ага, они возвращаются. Слушайте, они возвращаются. Сосредоточим огонь. Ну, горцев, конечно, немножко убивает. Но это не страшно. Наш самый слабый юнит. От которого в любом случае можно легко избавиться. Можно легко восстановить. Можно легко нанять новый. Потому что меня это не пугает. Одиннадцать засранцев. Ну, что там? Двадцать два засранцев. Жестко. Жестко. Ничего не скажешь. Давайте нам туда еще вот этих засунем. Ага, к варгам идешь, скотина. Не ходи к моим варгам. Молодец, послушный мальчик. 14% между прочим, они мне уфигачили. Ведь казалось бы, всего-то навсего 4 отряда. А проблема от них. Ну, вы сами видите, да? Еще не все. Еще там 13 этих засранцев бегает где-то. В ногах путаются. А, пулочники хорош. Ну, почти. Почти. А уже 15% потерь. Вражеский полководец мертв. Они обречены. Ну, аллилуйя. Этой победой восхитится весь мир. Хотя бы этого засранцев уже убили. Ну, и, собственно, безоговорочная победа, за которой мы 225 наших могущественных, понимаешь ли, воинов отдали. Ну, ну, ничего не поделаешь. Ну, ничего не поделаешь. Нет! Так, что это? Вера и честь привели нас к победе. Ухудшились отношения с Дэйлом и Рыбором. Ну, надо же. Я бы и не подумал. Прослужить вам, милорд. Такс. Ну что. Жду приказаний. Подкрепление. Хус Карла и Ордуара. 9-13. Северная Гвардия. 8-24. Хорошее подкрепление. Будет исполнено. Объединяемся. Ну, пойдем. Пойдем. Выступаем немедленно. Ну, и, собственно, здесь вот такие вот красавеллы стоят. Наверное, надо на этот крайний отряд напасть. Почту за честь. Ну, чтобы к нам вот эти не присоединились сразу. Почтем за честь, милорд. Ну, хитро вывернутый. Он вот так вот отошел. Отошел. Так что мы сразу за двумя большими отрядами будем сражаться. В первом инженеры. Арбалетчики. С дальним боем. 13 на секундочку. Железная Стража. 13-31. Метатели топоров. Щиты короля. Четыре элиты практически. И второй отряд. Второй отряд поскромнее. Здесь два отряда рабочих. Отряд пехоты Ребора. Стандартный. Ну, и плюс, опять-таки, три отряда уже более качественных. Топоры короля. И два отряда алебард короля. Ну, и, конечно, жесть. Баланс. Чутка в нашу пользу. 4 к 3. Ну, что ж, поехали. Не сщадите врагов на битву. Поехали, друзья. Так, что у нас тут? Да, подкрепление, да? Нам первым делом нужно этих самых арбалетчиков застрелить, перестрелить. Где они тут ходят? Железная стража. Метатели. Ага, он самый... Самый дальний крайний отряд. Это то, что нам нужно. Вот нам его и нужно причесать. Истребить. 70-8 рыл. Так, давайте ускоримся. Да, боже ж ты мой. Ну, куда ж ты... Блин. Дегенеративные дегенераты. С другой стороны, что я от них хочу? Так, давай там чарж устроим. Вон, тоже в чарж уходите. Все. Сколько их было? 78. 70. Да. У нас быстрее в варге закончится, чем... Если ничего не изменится, мы полетим. Да отходите вы, мать, все. Что же вы, какие упоротые-то. 67. Нам еще везет, что в нас не стреляют. Так, один отряд у меня уже отстрелялся. Полностью, да. Господи, какие вы упоротые. Так, там два отряда к нам пошли наверх. Так, ну что, может быть, шмальнем их вот так вот. Так, здесь вы явно идете на моих варгах. Так, давай отойдем пока. Тут пускай лучники пока что разбираются. Что здесь? 50, да? 50. Мы выигрываем битву. Мы выигрываем битву. Еще немного. Ну что, отходим. И варг будет разбит. Вторая армия еще только появилась. Строится. Так, и вновь в чардж. Так, супостат до нас вроде как идет. Ну, здесь хорошая позиция у наших лучников. Стреляй не хочу. Вот, они и стреляют. Хорошо. Очень хорошо. 2 на 19. Неплохо. Так, ну что, варги? Вы опять тут косячите, да? Рак потерял половину бойцов. 24 рыла осталось. От этих инженеров. Давай, давай, наяриваем. Пока они еще все не ушли. Ага, и гномы щита. Как гномы щита? Щиты короля возвращались. Но уже обрали. Вражеский полководец мертв. Они обречены. Хорошо. И здесь мы полностью расстреляли отряд метателей топора. Тоже неплохо. Ну и еще один отряд вот здесь вот с нами воюет. Сейчас мы поможем здесь нашим пацанчикам. Еще немного. И враг будет разбит. Щиты короля на меня бегут. Здесь, ну давай, 11 осталось-то. И не тетизом. Так, второй стэк. Тоже вроде как идет. Тихий сапой. А я не ускорялся, да? Я думал, я на второй. А я еще не на второй. А как же так? Кто же виноват? А что же делать? Так, просыпную парни. Тут идут ребятки нас гасить. Отойдем пока. Так, и здесь помочь. Помочь, помочь, помочь. Так, лучники пока... Пока выключим. Чтоб зазря не тратили. Да. Это сюда. Что у нас вот здесь? По-прежнему за нами бегаешь, да? Ну, пускай идут. В этом нет ничего страшного. Их там примут. Ну, железные стражи мы здесь также постепенно сейчас убьем. Принимают горцы. Конечно, потери у них будут солидные. По той простой причине, что горцы достаточно слабенький юнит. С этим не поспоришь. Так, ну, в принципе, можно на самом деле подойти, пострелять хотя бы просто. Ну, здесь осталось десяточка. Эти все сдохли. Вот инженеры мне не нравятся, что они просто так стоят и в меня настреливают. Да, пять штук. Надо их добить. Так, ну и супостатут. Гномы Ребора. Лебарды какие-то. Ну и основной стэк тоже идет. Сейчас мы их причешем. Так, ну здесь тоже практически уже все. Горцы разобрались вместе с моими воинами железной короны. И теперь они в двух им предстоят тут щитами заняться. Ну, а варги могут в спину черджануть. Так, здесь уже тоже все. Возвращайтесь назад. Хотя зачем возвращайтесь, тоже черджуется. Сколько тут? Тридцать. Ну, сейчас станет меньше. Ну и таким образом мы с первым отрядом, в принципе, успели покончить раньше, чем подошел второй отряд. Что неплохо. Горцев ставим обратно. Воинам железной короны отводим тоже подальше. На то место, где они и были. Ну и наблюдаем за гномья армии. Что она там делает. Идет. Идет. Но очень медленно. Мне уже некем их агрить. А уже агрить некем. Ну что, лучникам, наверное, вновь включим стрельбу. Их можно, наверное, даже в отдельный вот такой вот отряд выделить. Они, правда, тупить начинают по-жесткому. По-жесткому, находясь в группе, но меньше, чем конница. Так что можно оставить. Пускай постреляют по алебардам. Не суть. Ну, а мы ждем, пока не дойдут. Ну, вот эти засранцы уже отстрелялись. Их можно убрать. Вперед подведем два отряда нормальной пиктуры. Нашего гена. Наших хускарлов. Маших хускарлов, да? Если что, они тоже поучаствуют в баталии. Так, ну и... Отставить огонь. А вы, значит, вот примите... Так сказать, их на свой зуб. А, отряд, он поделился, этот отряд, я все понял. Я думаю, почему такое несоответствие показывает, что их много на самом деле, их мало. А этот отряд просто поделился. Не будем на него посылать никого. Нам это не нужно. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. И что у нас здесь происходит, господа? Я не помню, чтобы таки приказы вам давал выходить вперед. Чуть за самодеятельность. В натуре. Так, ну здесь мне тоже не нравится. Два отряда прям вот... Летят. Летят на моих парней. Ну здесь варги им помогут, в принципе-то. Так, эти два отряда варгов также пошли вперед. В центре. Пускай гена примет это. Еще немного, и враг будет разбит. Да, нормально тут. Тут мы так неплохо вроде как накинулись. На супостата настолько неплохо, что там какая-то часть даже начала отступать. Враг обескровлен. Так, вперед. Мы истребили половину его армии. Вперед. Вы вот здесь вот примите чардж. Так, варги. Варги пускают. За этими бегают за убегающими. Ну и, по идее, мы тут их расшатали только в путь. Так, конец, выходи. Там пехоту уже имеется. Нормально. Мы их дольше ждали. Мы их дольше, друзья, ждали, чем с ними воевали. На самом-то деле. Расшатали по полной. И сражается сейчас всего лишь один-единственный отряд. Да, вот этот. Уже не сражается. Уничтожит. Уже тоже убегает. Потеря у меня 13%. Но, опять-таки, в первую очередь, конечно, за счет потери довольно-таки большого количества горцев, которые удар не держат. Но такое мясцо, зато дешево и сердито. Они нам позволяют не настолько огромные суммы платить. Меня это устраивает. Так. Кто у нас? Где у нас? Кто у нас? Вроде бы уже все. Шикарно. Но 200 мы опять потеряли. Жестко. Жестко. Вера и честь привели нас к победе. И наш Лакхаидзов Ивасил получил гениального командира на гномиках. Плюс четыре командования. Ну, мощно. Мощно. Он вообще много гномиков взял уже. Известного наемника топор захватил, знамя захватил. Завоеватель, любитель внезапности. Мощь. Мощь завоевателей Гундабада. Такой прям парень лихой. Лихой. Ну что. Давай посмотрим, что тут. Да, лишились мы еще одного почти полностью отряда горцев. Это не страшно. Служить вам милому. Так. До этого дойдем. К сожалению, нет. Не доходим. Не доходим. А этот у нас дойдет. Он подкреп. Мы победим. Тоже не доходят. Ну и ладно. Не доходят и не доходят. У нас, по идее, еще вот отсюда можно всякое разное взять. Я, наверное, даже возьму вот эти три отрядика. Будет исполнено. Вперед, войны. Завтра мы продолжим. Рад служить вам милому. Так, со всеми остальными я вроде бы уже все сделал. Так. Ну так, нам остается только сделать следующий. 134-й ход. Так. И у нас 134-й ходик. Новое задание. Захват поселения Баркету надо схватить. Это, извини меня, это такое себе задание. Прямо скажем. Сильная фракция. А, мы самые сильные фракции. Ну, неплохо. Так. Это неинтересно. Это неинтересно. Единое кольцо было найдено. Ну, мы увидели в Карасанте, да. Это столица Даравинеома. И, по идее, вообще было сообщение, что Карасанте находится под осадой. Если это так, то это кольцо может достаться стрелингом руна, по идее. Ну, хотя мы знаем историю осад. Может, там уже никто и не осаждает. Строительством, строительством я сейчас не буду заниматься, не буду тратить ваше время. Да и денег-то особо нету. Там 2-3 города и все. Так что давайте сейчас подвигаемся немножко. Так, подвигаемся немножко. Хорошая. Хорошая такая, конечно. Но у нас получается что? У нас получается ты или ты? Ты. Ты. Ну, приказание. А, еще ты. Нас не что не остановит. Я куплю. Вот в таком, каком-то количественном состоянии вы... Ну, как бы, да. Ну, пускай, ладно, сюда идут. Шут с ними. Это все внутрь запихаем. И посмотрим, что тут можно со всем этим сделать. Ну, во-первых, вот этих варков нужно отдать. Новых, так сказать. Также можно пехотку отдать новую, да? Да. На бесплатки не буду отдавать. Объединяемся! На все остальные, ну, только лечиться. Я не знаю, тут... Да, эти переобучаются. Засранцы нормально. Без проблем. Вот проблема с умертвиями. Вот с кем проблема. 43 хода до найма следующего. Ну, да, переобучение, наверное, немного поменьше. Но, наверное, ненамного. Ну, и здесь плюс ко всему еще довольно-таки слабо с количеством ячеек для переобучения, прямо скажем. Ну, ладно. Мы здесь, в принципе, уже никуда не спешим. Три хода, так, три хода. Пускай переобучаются. Ничего страшного. Конечно, без умертвий... И в полную любовь. Скучно. Скучно без умертвий. Ты ничего не поделаешь. Ничего не попишешь. Три отряда мы еще сможем пополнить этот стэк. Фарност. Ну, у меня, кстати, вот 44 умертвие есть. Так, о птичках-то. Так что, если мы заберем с собой вот эти 18 умертвие, вообще их все объединим. 18-44. Ну, по идее, должно получиться. Да, забираем умертвие, пополним вот этими умертвыми. И все у нас сложится, я так думаю. Должно сложиться обязательно. Хорошо. Вот этот стэк идет у нас куда-нибудь сюда. Он полный, 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 полный. Здесь, к сожалению, эльфы объединились. Да и мы не сможем разбить их там по одному, по двам. К сожалению. К сожалению. Они хоть и сами подразбиты, но... Качеством они нас явно превосходят. Так что я даже не знаю, что мне делать. По-хорошему в какой-нибудь форт сесть. Но, как нарушен, здесь ни хрена никаких фортов нет. Так что я, наверное, замаскируюсь. Почту за честь. Лучше честный бой. Горцев. Горцев можно нанять, но мне это не надо. Сидите здесь, короче. Ждите. До первой звезды нельзя. Так, эти ребята на переобучение убегают. Эти ребята с точностью до наоборот. Идут куда-нибудь в камеру. Выступаем немедленно. Воины, отдыхайте. На самом деле, их бы объединить. Вот этот полустэк и этот полустэк. Жду вашего приказа. То, что, наверное... Ай, ну не знаю. Не знаю. Они в любом случае еще далеко. Чтобы об этом задумываться. Что у нас в столице творится. О, два отряда умертвей. Шикардосенько. Просто шикардосенько, что у нас тут творится. Куда я их отправлю? Рад служить вам. Но здесь есть умертвие, по идее. У меня умертвие получается вот здесь. Жду вашего приказа. Да. У меня все кончились. Их как раз вот на переобучение и отправлял. Заберем еще воинов Радуара. Заберем вот этих лукарей. Ну и, по идее, все, да? Все остальное должно здесь тихой сапой восстанавливаться. Ну и еще можно вот этих мародеров поднанять. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ох, хорошо, хорошо-то хорошо. А, ну тогда вот этих ребят мы пошлем, наверное, куда-нибудь сюда. Вперед, войны! Завтра мы продолжим будет. Там тоже подкреплено. Подкреплено. Ага, пехота гоблинов 4-7. А это такое себе. Я его специально от этого командующего послал посмотреть. Может... Во! Копейщики снежных орков 5-15. 5-15. Они мне, в принципе, понравились. Давайте тоже их выбирать будем. Так, ну и куда-нибудь пойдем туда. Выставляйте часовых! Да? Да. Жду вашего приказа. Здесь гундабад. Не-не-не-не, не то выбрал, боже ты мой. Гундабадик, гундабадище. Что ты мне скажешь? Что ты мне скажешь хорошего? Лавка травника. Вот он наш выбор, да? Ну, здесь, кстати, снежные тролли. Через 11 ходиков мы сможем нанять. Что тоже очень даже неплохо. Так, здесь, в Карасе, я построил какое-то строение на варваров. И теперь могу здесь нанимать хус-карлов. Ну, кстати, отменить, наверное, надо лавку травника. Денег не хватает. Сейчас предпочтительно войска. Все же. А вот еще воина Радуара. Да и, пожалуй, пикинеров я тоже возьму. Вместе с тикарями. Да. Это мясо. Это мясо, которое мне нужно. Милард. А ты так никуда и не ушел, да? Ну, ты красава. Да где нет враг? Что ты скажешь? Милард. Тут ничего не скажешь. Так, объединять пока не будем. Что у нас? Видим, что гномики, конечно, стремятся укрепить чертоги Дайна. Здесь сейчас всего четыре отряда. Они к ним подводят генерала, Нарви. И снизу еще три отряда подводят. Так что нам главное сейчас, наверное, это сразу добежать до чертог и взять их в осаду. Чтобы на следующий ход захватить. А с этими засранцами мы здесь как-нибудь больше. Выступаем! Кто? Гномы-страники. Гномы-страники. 95 рыл. Давайте с ними именно что? Воевать. Посмотрим на троллей, да? Облесные войны. Этот день закончится нашей победой. Так, начиная. Ай, гномики. Гномики. Я ненавижу вас, гномики. Короче, включусь, когда дойду до них. Итак, дошли до гномиков. Побежали вперед, будешь отвлекать. И наши тролли зайдут с флангой и ударят. У нас вот такие вот они ухают. Обалдеть, конечно, тролли. Это жестоко, конечно. Это не просто жестоко, это очень жестоко. Я надеюсь, вы будете именно в горцу стрелять. Да хер бы там стоял бы. Они именно в троллей стреляют. Слушай. Вы что, совсем что ли берега попутали, мерзавцы? Не смейте в троллей стрелять. У меня их всего 9. Ну ты смотри, а. И дальность какая-то у вас. Это запредельная, я бы сказал. Идите в задницу. Вот. Вот теперь они стреляют в нужное направление. Стреляют в горцев. По-хорошему, конечно, нужно было всех сразу отправить. Да не выеживаться, да. Но я хочу именно посмотреть на результат работы троллей. Как они могут один на один отряд разобрать. Ну, горцы не в счет. Что там горцы? 4 единицы атаки. Это надолго. Сейчас вот тролли ворвутся. И зададут жару. Должны задать жару. Если ничего не изменится. Но если при этом они еще и кого-нибудь будут терять тролля. Это, значит, хреновый у нас тролли. Все, вот вошли. Зашли за спину. Мы этим лукарям понеслась. Тут и, епанамой. Тут похлеще любого чаджа парня. Я вам так скажу. Просто ты смотри, что он творит. С своей этой киркой. На тебе! На! Ой, жесть. Ой, жесть, ребята. Мне нравятся тролли. Мне бы армию из 20 отрядов. И все. И я бы сразу куда-нибудь пошел убивать. Ротивник бежит. За ним! Жестко. Ой, жестко, парни. Мне нравится. Ой, мне нравится. 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 Ну и все. Там три инвалида убегают. Мы на это дело смотреть не будем. Этой победой восхитится весь мир. Крак разбит. Победа за нами. Варк? Милорд? Да, жалко, у нас варгов нет. Ну, приказать. Нам, кстати, тележка не доезжает. К сожалению, нет. Баллиста не доезжает. А мы могли бы сходу захватить все это дело. Но не судьба. Не судьба. Так, я и здесь забыл. У меня еще есть три армии. Давайте их возьмем тоже. В эту сторону. Рад служить вам, милорд. Ну, в принципе, норм. В принципе, норм. Так, ну и коли пошла такая пьянка, давайте сделаем нам следующий 135-й ходик. И если нам все сложится удачно, захватим чертоги дайны. На этом серии, наверное, будем заканчивать. Поскольку еще что-либо интересного мы здесь вряд ли с вами увидим. Поехали. Так, а с гелят атакового? Пошли бы с ним. Итоги. Итоги у нас тут все не очень хорошо. Хотя на первое место мы уже вылезли даже. Самая развитая фракция это Мордор. Объявления. Всякие тут подзорные трубы. Новый член семьи. Доклад строительства. Это, конечно, все хорошо. Но теперь денег нет. Слишком много я войск уже нанял. Теперь ждать, пока он пару стэков не разобьет. Тогда, может быть, еще что-то появится. Мы видим, что Изенгард, избавившись довольно-таки в короткий промежуток времени сразу от двух противников. От Рохана, который они сами забили. Плюс от кланов Энэдвайда, который Дуланс изобили. Решил найти себе нового противника. И им стали эльфы Лорейна, которые здесь вот находятся где-то. Но это, в принципе, ну, неплохо для нас. Да? Было бы еще здорово, если бы они и с Хазадомом воевали, наверное. Хотя, шутю, знаю. Ну, да ладно. Это все повествование следующих серий. Нам интересно вот здесь, в чертоге Дайна, что мы тут видим. Во-первых, четыре отряда, которые подходили снизу, или три отряда. Они не спешат на помощь. Они, наоборот, отошли от этого поселения. А вот генералиссимус, он здесь рядом встал. Вот, засранец этот. Я даже не знаю. О, к сожалению, только руками, опять-таки, бить этого Нарвия. Я, на самом деле, наверное, это оставлю на фон. Поскольку, ну, я не вижу ничего особо интересного. Мы его издали будем разбивать баллисты. Стрелять лукарями. Потом окружим пехотой. И ударим троллями. Просто не хочется на это сейчас тратить время. Так ты ему. В любом случае, конец. Вот, а мы сейчас с вами займемся вот этим делом. Давай своих гоблинов. Чертоге Дайна. Четыре старыл. Можно, в принципе, даже, наверное, четыре к одному. Все это дело, наверное, захватить. Захватить автобоем, наверное. Но мне как-то жалко свои войска тратить на это дело. Хотя... 363. Потеряли даже больше, чем убили. Какой кошмар. Но, учитывая предыдущие сражения, когда... Так же теряли по 200, по 250. В этом нет ничего удивительного. Обидно, что потери здесь... В таких элитных отрядах, в которых при игре руками мы бы не потеряли. Но, с другой стороны, ничего страшного в этом нет. Переобучить у нас есть где. Так что... Зато со временем никаких потерь не будет. Занимаем чертоги Дайна. В очередной раз грабим. Вот. Хотя бы денежка будет. И смотрите, какие-то гости будут. Вот почему три отряда-то отошли. Они отошли, потому что здесь целая армия идет. Жестко. Так, давайте шпиону подтянем. Взглянем, что тут. Баллиста. Ну, такие нормальные отряды. Нет шлака в виде гномов рабочих. Ну, и нет какой-то прям вот суберх элиты. Типа молотов железноруких. Ну, нормально. Нормально. С ними подраться вполне себе нужно. Да, тем более у меня здесь вот еще идут подкрепления. Здесь, в принципе, там... Конечно, я разрушил довольно-таки солидно. Но теперь я уже отдавать это поселение не намерен. Оно приносит хорошие денег. 2500. Ну, вот. За что норму? 79. Так, это мы все чиним, да? Это мы все чиним. Все, чиним, чиним. Главное, что здесь... Зелокомнецесов, гильдия. Здесь копи стоят. Максимальный доход 1400. Хо-хо-хо! А все остальное, я думаю, со временем приложится, да? Так, 100. Порядок 100. Давай, наверное, с первого дом старосты будем развивать, да? Ну, и постепенно, постепенно все это мы здесь тоже разобьем. Ну, конечно, казармы здесь были в прошлый раз просто чумовые. Мы здесь могли набирать полностью все виды войск. Но тогда я понимал, что я не смогу удержать это поселение. И что мне в любом случае отсюда придется уходить. Так что... Особо жалить не о чем. Так, пожалуй, вот эти три отряда я буду постепенно отводить на переобучение. Вместо них вот эти три отряда варгов присоединятся. Ну, и дальше тоже подумаем, посмотрим. Главное мы... Чего добились, это чертоги Дайна. Теперь они наши. Гномики, обломитесь. Вот как-то вот так я вам скажу. Ну, конечно, противника у Гномов и Ребора у них какие-то просто бешеное количество этих всяких... Жду приказаний. Войску. У меня столько войск не было. Откровенно говоря... Откровенно говоря, у меня столько не было. Превалт надслужить вам, милорд. Выступаем не менее. Милорд. Будет исполнено. Жду приказаний. Нет справедливости в этом мире. Тут еще эльфы где-то шатаются. Непонятно. Смотри, они, возможно... О, Долбринг за дом захватил. Ничего себе. Вот это номер, вот это прикол. И получается, что вот это населенный пункт, он последний у гоблинов вообще, наверное. Надо будет потом, конечно, при обзоре карты не забыть это дело посмотреть. Так, наши армии, им еще идти и идти. Выходим. Как минимум два хода им точно еще надо сделать. Мы и не победим. Здесь, конечно, наши главнюки тоже еще долго идти. Ну, как-то вот так, друзья. Надеюсь, серия вам понравилась. Конечно, одни гномики. Но зато сделали большое дело. Захватили чертоги Дайна. И нам это хорошее подспорье на 2500. И противнику минус этот доход. Надежда, что они поменьше теперь будут клепать войск. Ну и, конечно, как-то вот так. В общем, ставьте лайкосы, пишите комментосы. Ну и, естественно, подписывайтесь на канал. Всем хорошего. Пока-пока. Пока-пока.